Кирилл Малеев. Трасса. Рассказ читает Юрий Гуржий. Из местных новостей. В связи с погодными условиями снег, метель, низкая температура, плохая видимость и резким ростом аварийности 18 февраля выезд из Самары в направлении Саратова будет закрыт для всех видов транспорта. Сотрудники ГИБДД просят жителей города воздержаться от дальних поездок и не подвергать свою жизнь и здоровье ненужной опасности. Снежная круговерть преследовала всю дорогу. Она мчалась за машиной, словно адская гончая, то нагоняя, то отставая, то обволакивая со всех сторон. На полпути до Саратова непогода на время улеглась, и Сергей подумал, что оторвался, но потом вьюга настигла его вновь. Беспросветная степная метель кружилась за стеклами лады-весты, застилая обзор густой белой мутью, обволакивала со всех сторон липкими тенетами, словно паук, поймавший в сеть неосторожную муху. Фары не помогали, световые лучи беспомощно тонули в плотном хороводе кружащихся снежинок и почти не освещали трассу. По его прикидкам, до Саратова оставалось еще километров сто даже, при нормальной видимости это больше часа пути. А уж теперь Сергей никогда не считал себя крутым водителем. Ездил он скорее по необходимости, за руль садился редко, а если садился, то не лихачил и строго соблюдал правила. Зимой он старался вовсе не выбираться за пределы города, но в этот раз сделал исключение. Он всегда делал для Славки исключение, так уж повелось еще со школьных времен. Трасса исчезала в снежной пыли в пяти метрах от капота весты, но Сергей не сбрасывал скорость. Он и так опаздывал, а Славка вряд ли будет рад, если он приедет слишком поздно. Последний раз они виделись лет десять назад, перед тем, как Сергей переехал в Самару. Интернет позволял общаться на расстоянии, а встретиться лично все никак не доводилось. Как будто Самару и Саратов разделяли не четыреста километров, а четыре тысячи. Тем не менее, они всегда были в курсе того, как обстояли дела друг у друга. Про Славкину девушку, на которой он собрался жениться, Сергей тоже знал, хотя поначалу не придавал новому увлечению друга большого значения. Славка был не из тех, кого можно затащить под венец с мазливой мордашкой или грудью третьего размера. И того, и другого к своим тридцати четырем тот видел предостаточно. Потому Сергей очень удивился, когда узнал, что с очередной пассией у Славки все серьезно. Настолько серьезно, что дело шло к свадьбе, на которую Славка пригласил кучу гостей. — И тебя тоже, — написал он в мессенджере тоном, не терпящим возражений. — И только попробуй не приехать. Сергей планировал так и поступить, благо поводов остаться дома он мог найти предостаточно. Ремонт, квартальный отчет на работе, наконец, командировка в столицу на повышение квалификации, о которой начальство тердилось позапрошлой осени и от которой он успешно отбояривался уже раз пять. Не хотел, но все же поехал. Синоптики предупреждали про надвигающийся с севера мощный циклон, но большую часть пути он проехал без проблем и надеялся, что сможет проскочить оставшийся отрезок до того, как дорогу совсем заметет. Но погода имела другое мнение на этот счет. Под Балаковым его настигла густая снежная туча, и видимость упала почти до нуля. Потом налетел ветер. Под его порывами машина то и дело норовила вильнуть в сторону на скользкой, как свежезалитый каток, трассе. Объявлено штурмовое предупреждение. Запоздало сообщало радио. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Сергей вздохнул, мысленно отругав себя за то, что не внял голос у разума. Зная Славку, можно было не сомневаться, что свадьба растянется не на один день. Глядишь, завтра-послезавтра могло и распогодиться. «Какой черт тебя дернул жениться в феврале?» — злобно подумал он, вглядываясь в антрацитовую черноту за передним стеклом. Не мог до весны потерпеть. Свет фар выхватывал из темноты белые рощерки снежной крупы, летящей в лобовое стекло. Сергей чувствовал себя несущимся сквозь метеоритный поток в крохотном космическом корабле. Тонкая линия дороги связывала один обитаемый мир с другим, а вокруг — ледяной космос. Он мысленно отсчитывал километры, отделявшие его от планеты под названием Саратов, и ждал, когда они закончатся. «Девяносто пять километров. Девяносто. Восемьдесят пять. Цифры на экране одометра медленно сменяли одна другую. Восемьдесят семьдесят пять семьдесят. По обе стороны трассы изредка мелькали черные кроны деревьев до ровные остовы столбов линии электропередачи. За ними простиралась запорошенная снегом Приволжская степь. Встречных машин не было видно на всю область, больше не нашлось никого, кто рискнул бы выехать за город в снежный шторм. Тренькнул телефон. Новое сообщение — ватсап. Как он и думал, оно было от славки. «Ну где ты?» — попрошел тот, присоокупив к словам злобный смайлик. «Мы уже три часа, как в ресторане». Сергей нехотя прибавил скорость. Темные силуэты деревьев за окном замелькали быстрее. Снег поредел, и даже ветер почти стих, словно устав бороться с прочной металлической коробкой, никак не желавшей поддаться его напору. Впереди мелькнул дорожный указатель. Тусклый свет фар высветил надпись «Саратов-60 КМ». За указателем трасса сворачивала влево. Сергей вошел в поворот резче, чем следовало, и задние колеса Весты заскользили по обледеневшему асфальту. Он отчаянно закрутил рулем в сторону заноса и почти выправил машину, когда яркий свет дальних фар резанул по глазам. Протяжный звук клаксона и виск тормозов оглушили его. Сергей попытался уйти в сторону, но встречная машина оказалась ближе, чем он думал. Время застыло, словно пленка в стоп-кадре. Чувство неотвратимости происходящего парализовало руки и ноги. В глаза хлынул ослепительный поток. Он зажмурился, но свет без труда проникал сквозь плотно сжатые веки, выжигая сетчатку и проникая прямо в мозг. Сергей закричал из последних сил, выворачивая руль. Удара не было. Встречная машина промчалась мимо него с громким шумом. Потом пропал и свет. С минуты он сидел неподвижно, потом осторожно открыл глаза. Вокруг царила все та же непроглядная тьма. Ветер да снег. Никакой другой машины на трассе уже не было. Оглядевшись, он с удивлением обнаружил, что Веста стоит поперек дороги. Передние колеса выкатились на обочину. Еще немного, и машина улетела бы в припорошенный снегом кювет. Тряхнув головой, он прокрутил в памяти сообщение последних секунд. Резкий поворот, занос, машина на встречной полосе, машина, трасса была узкой, но чем, черт не шутит, могли и разъехаться, не столкнувшись. Может, тот доходяга тоже ошалел, да вдарил по газам со страху, только его и видели. Что ж может быть? Может быть. Трясущейся рукой Сергей открыл водительскую дверцу и выбрался наружу. Лечащие с неба мириады снежинок тут же принялись колоть незащищенное лицо. Ветер задувал за шиворот, лез в рукава, холодил голые пальцы. Прикрыв ладонью глаза, Сергей включил на смартфоне фонарик и дважды обошел вокруг весты, ища следы возможного столкновения. Не нашел. Ни вмятин, ни царапин, ни следов торможения другой машины, ничего. Смартфон уведомил о новом сообщении. Снова от Славки. На этот раз звуковое. «Серый, где ты там? Долго тебя ждать?» Судя по интонациям и оживленному фоновому шуму, состоящему из громких выкриков и звона посуды, Славка успел изрядно нализаться и теперь едва шевелил языком. «Серый, я тебя жду. Не подведи меня, понял?» Славка говорил еще, но дослушивать Сергей не стал. «Хорошо тебе», — с неожиданной злобой подумал он. «Сидишь там себе, пьешь, жрешь, а я тут». Он засунул телефон в карман куртки и подышал на руки. Страх почти прошел. Сердце застучало медленнее, пальцы дрожали разве что от холода. Трассу все так же окутывала темнота, растворившая в чернильной утробе робкий свет фонарных столбов. Ни звезд, ни фар запоздалых машин, ни света окошек на горизонте. Только ночи снег. Почувствовав, что замерзает, он сел в машину и несколько секунд сидел неподвижно, словно прислушиваясь к ярящейся по ту сторону двери непогоде. Смутная тревога проела в душе червоточину и поселилась в голове, бередя разные мысли. Сразу вспомнилось, что Аня, в тот день, когда он видел ее последний раз, тоже поехала на машине за город, потому что не могла не поехать. Но у нее были на то веские причины. А у него. Он заставил себя подумать о долбанной свадьбе. Правильно ли он сделал, что пошел у Славки на поводу? Пьяный голос Славки в звуковом сообщении явно говорил о том, что ему и так хорошо. Так стоило ли торопиться? Да еще с риском для жизни. Ну, приехал бы он на другой день поздравить молодоженов постфактум, чтобы от этого изменилось. Правильно, ровным счетом ничего. Сергей достал телефон, открыл приложение. Славка был не в сети. Он прицелился пальцем в значок аудиовызова, но медлил, раздумывая. Он хотел позвонить и сказать, что задерживается, но даже если исключить шум застолья, Славка в его нынешнем состоянии все равно ничего не поймет. Да и зачем заставлять его волноваться в такой день? Правильно, незачем. Ехать просто надо ехать. Тогда все мысли развеются, и не будет времени копаться в себе. Сколько он помнил, дорога всегда помогала выветривать из головы ненужное. Хотя бы на время. Веста, как отдохнувшая в стойле кобыла, охотно послушалась руля и развернулась в нужном направлении, словно и не было гололеда. Первые несколько минут Сергей ехал осторожно, потом опять прибавил скорость. Поток снежной крупы убыстрился, крохотные шарики вовсю таралили лобовое стекло, налипали, мешая и без того плохой видимости. Дворники неустанно работали, убирая со стекла мокрую снеговую кашу. Но та быстро нарастала вновь. Сергей глянул на часы. Часовая стрелка перевалила за двенадцать, минутная прошла половину циферблата круга, добравшись до цифры шесть. Пол первого ночи. Он покрутил ручку настройки радио, пытаясь отыскать волну с прогнозом погоды. Сначала на всех частотах царил белый шум, наконец, на третьей минуте радио неожиданно выплюнуло. Мощный циклон продолжает оказывать существенное влияние на погоду в южных областях Поволжья. По сообщениям синоптиков, штормовая погода в этих краях продлится еще... Конец фразы потонул в шипении помех, но Сергей и так понял, что ничего хорошего можно не ждать. Он выключил радио и сосредоточился на дороге. В салоне похолодало, несмотря на работающий обогреватель. Веста бодро ехала по дороге, а Дометр исправно отсчитывал новые километры. До Саратова должно оставаться совсем чуть-чуть. Вот только странно, что с того времени, как он миновал Балакова, ему не встретилось по пути ни заправки, ни придорожных забегаловок, не говоря уже о какой-нибудь захудалой деревеньке. Странно, очень странно. Это ведь по Волжье, а не Сибирская тайга у черта на куличках. Не туда завернул? Нет, не может быть. В Саратове ждал Славка, старый дружбан со школьных времен. Он представил себе его физиономию, круглую мордатую, покрасневшую от выпитого алкоголя. Славка сидел во главе стола, рядом с невестой, не то Линой, не то Лидой, такой же круглолицей, глупо хихикующей в ответ на каждую Славкину шутку. Гости за столом поднимают бокалы и кричат «Горько!» и Славка с готовностью целует невесту влоснящиеся пунцовые от жирной помады губы. «Черт бы тебя побрал вместе со свадьбой!» пробормотал Сергей. «На кой я тебе сдался на этом празднике жизни?» Веста подскочила на ухабе, и Сергей невольно вздрогнул, резко дернув рукой. Машина вильнула, и он испуганно вцепился в руль, как утопающий в бревно. К счастью, обошлось без очередного заноса. Чудом избежать гибели, чтобы через 20 минут вновь попасть в аварию по пути на чужую свадьбу, было бы достойно премии Дарвина. Хотя, возможно, он и так заслужил ее, отправившись на машине в снежный шторм. «Хотя, может, оно и к лучшему», — подумал он. «Последние пять лет своей жизни он жил по инерции. Вставал утром, ходил на работу, потому что на нее надо ходить, после работы смотрел сериал и спал. И так по накатанной колее, чем-то похожей на ту, по которой он ехал сейчас. Прямая ровная дорога, с которой не свернуть, а впереди только темнота. Все эти пять лет жизни по капле уходили из него, сочась из глубокой незаживающей раны где-то в душе. Сообщение от Славки он воспринял как знак свыше, которого давно ждал, как повод что-то изменить, расстаться с прошлым, не желавшим отпускать его насовсем. А потому разбиться на чертовой трассе он никак не мог. Только не сегодня. Она была совсем не похожа на Славкину Лину или Лиду. Как ни странно, их со Славкой вкуса отличались почти всем, включая женщин. Если Славка предпочитал барышень достойных кистей Рубенса или Кустодиева, то Сергею больше нравились миниатюрные дюймовочки. Аня как раз была такой, метр шестьдесят и легкая, как пушинка. Она комплексовала из-за роста и носила кроссовки на толстой подошве, за что он только посмеивался. «Смотри, теперь ты вишь меня!» Часто говорил он, подхватывая ее на руки и поднимая вверх. Она смеялась в ответ и шутливо колотила его по плечам. Машина у нее была такая же миниатюрная, темно-красная, как венозная кровь, малолитражка Кио Пиканто. Она купила ее незадолго до их первой встречи, сразу после того, как получила права. В одном из последних сообщений Аня писала, что поехала на машине за город посетить родителей. Стоял такой же снежный февраль, но он не почувствовал тревоги, не пожелал счастливого пути, не посоветовал быть осторожнее, ограничился лишь коротким «окей» в ответ на ее сообщение. В тот день он застрял на работе допоздна и не обратил внимания, что сообщений от Ани больше не было. Не встревожился он, и когда Аня не пожелала ему в мессенджере спокойной ночи, как делала всегда, когда они засыпали не вместе. Все-таки родители — это святое. Ничего страшного, если ради них она на время забыла про возлюбленного, который не торопился переходить в разряд жениха. На другой день он узнал в новостях, что Аня не добралась до родителей. Крошечный красный Пиканто смяло в лепешку колесами многотонной фуры. Ничего нельзя было сделать. Анина семья не пустила его на похороны, и он их за это не винил. Наверное, на их месте он поступил бы так же. Он пришел на ее могилку потом, когда смог собраться и взять себя в руки. Лишь тогда, глядя на запорошенную снегом фотографию на мраморном памятнике, он понял, что потерял. Когда время перевалило за час ночи, он все-таки позвонил Славке. По всем прикидкам, он давно уже должен был добраться до Саратова, но пейзаж не менялся. Все та же трасса, все та же скрытая в ночи пустота вокруг. Все тот же снег. Слушиваясь в длинные гудки, Сергей лихорадочно думал, что скажет, когда друг возьмет трубку. Славка не отвечал. Не мог или не хотел, не так важно. Скрипнув зубами, Сергей швырнул телефон на пассажирское кресло и поехал дальше, надеясь, что впереди покажется хоть какой-то указатель, хоть какая-то зацепка. Когда часовая стрелка приблизилась к римской цифре 2, шквалистый ветер поменял направление и задул сбоку, норовя сбросить машину с дороги. Сергей как мог держал машину. От напряжения ныли руки и шеи, болели глаза. Снег повалил плотнее и гуще, превратившись в одно сплошное белое полотно, со всех сторон закрывающий обзор. Сергей чертыхался, но старался не избавлять ход в надежде, что скоро впереди появятся огоньки человеческого жилья. Дважды он снова едва не слетел с трассы на скользких участках. Еще дважды машина подскакивала на ухабах, да так что рессоры жалобно взвизгивали. В салоне неумолимо холодало, словно февральский мороз где-то нашел лазейку и теперь пробирался к нему. Глядя на происходящее за окном, Сергей мрачно подумал о том, что впервые попал в такую переделку, а еще о том, что вряд ли ему захочется повторить этот опыт в ближайшем или отдаленном будущем. Машина ехала, прорываясь сквозь бесконечный снегопад. Сергей вслушивался в завывание ветра, мерный рокот двигателя и звуки колес, с влажным хрустом впечатывающих шипованную резину в скользкое дорожное покрытие. Немеющие руки сжимали руль, глаза глядели в одну точку. Он забыл об усталости и напряжении, сосредоточившись на дороге. Куда-то она должна его привезти, куда-то он должен доехать. Судя по пройденному километражу, он давно должен быть в Саратове, в том случае, если он ехал по правильной дороге. С трассы Р-226 он никуда не съезжал и ни в какие от норки не сворачивал. Ехал все время прямо. На трассе, как он знал, было 10 АЗС. Но после Балакова ему не встретилось ни одной, словно они внезапно исчезли, как и все прочее, чему полагалось быть при такой дороге. Сергей почувствовал нечто похожее на страх. Снова захотелось позвонить Славке. И плевать, что тот сейчас улыка не вяжет. Славка позвонил первым. Пронзительная трель входящего звонка заставила его вздрогнуть и посмотреть на пассажирское сидение. На посветлевшем экране телефона высвечивалось знакомое имя. «Алло! Серый!» раздалось в динамике телефона. «Ты чё так долго?» Сергей задержал дыхание. Голос Славки был кристально трезвым. Трезвее не бывает. «Ты меня слышишь?» настойчиво переспросил Славка. «Ты подъезжаешь?» «Где ты? Далеко ещё?» «Я...» Слова царапали горло, словно рыбья косточка, и никак не желали выходить. «Кажется, я заблудился». «Скоро приедешь?» продолжал допытываться Славка. «Мы тебя...» Внезапная ярость заполнила его до краёв и выплюснулась наружу. «Ты не понял?» Сергей закричал в трубку, не отрывая взгляда от черноты за окном. «Я сказал, что не знаю, где я, слышишь?» «Не знаю!» «Алло!» «Серый, ты где?» как заведённый повторял Славка. «Мы тебя давно ждём!» Славка говорил ещё что-то, но голос звучал всё тише и глуше, пока совсем не исчез в змеином шипении белого шума. Сергей молчал, не отрывая трубку от уха, пока связь не прервалась. Остановив вес, то Сергей отложил телефон и вытер аштанины, внезапно вспотевшие ладони. Ветер колотил по машине с яростью, обезумевшей гориллой, металл, похожий на крошечные сюрикены-снежинки в лобовое стекло. Под завыванием в юге Сергей минут пять сидел, закрыв глаза, потом снова взял телефон. Нашёл в журнале вызовов Славкин номер. Мысли в голове выстроились в стройный ряд, нужные слова нашлись и сами просились на язык. Он нажал на значок с зелёной трубкой и с первой минуты ждал, отчитывая длинные гудки. Потом гудки прекратились, и красивый женский голос сообщил, что абонент вне зоны обслуживания. Проклиная долбанную связь, он не глядя швырнул телефон, улетевший куда-то под сиденье, и поехал дальше. Через полчаса он окончательно признался себе, что заблудился. Снег почти перестал, привыкшие к темноте глаза угадывали очертания деревьев, разлапистые ветви, которых кренились под порывами ветра. Деревья густой стеной стояли по обе стороны трассы. Такого густого леса вблизи Саратова он не помнил, но и на память, как нечто незыблемое в окружающем океане сумасшествия, больше не полагался. Может, и был лес. Дорога, словно нить ариадной, тянулась и тянулась через эти непонятные дебри, вскрытую темнотой пугающую даль. Куда приведет эта дорога? И приведет ли? Все дороги имеют конец. Должен быть и у этой. Должен быть. Сергей прибавил скорость. Деревья за окнами замелькали быстрее, но отчего-то ему казалось, что Веста не движется, а катится по замкнутому кругу, как игрушечная машинка в детском аттракционе. Круг за кругом, круг за кругом. Ту здоровенную сосну, протянувшую широченные ветви над самой дорогой, он точно видел раньше, уже минув дважды. И то дерево, похожее на лиственницу. Чертова дорога не собиралась отпускать его просто так. Так, стрелка часов миновала цифру 3, когда свет фар высветил впереди одинокий дорожный указатель. Сергей воспрял духом, теперь он сможет понять, где находится, а значит, и сможет выбраться. Но когда он подъехал ближе, что-то сдавило ему грудь, да так, что сердце застучало тяжело и глухо, как у аквалангиста, израсходовавшего на глубине весь запас воздуха. На ровной синей табличке белела надпись Саратов-142КМ. Что черточка перед обозначавшими расстояние цифрами не Дефис, а математический знак минуса, он понял не сразу, а когда понял тщетно, пытался уверить себя, что ошибся. Снег летел навстречу, в свете фар его пушинки напоминали хлопья пепла, поднятого в небо потоками горячего воздуха. Чувствуя себя полнейшим кретином, он ошалело глядел на указатель с невозможными цифрами. Ловушка? Проклятая дорога поймала его в ловушку. Он нащупал пальцами ребристый прорезиненный чехол телефона, набрал номер вызова экстренной службы. Ничего не произошло. Лихорадочно тыкая пальцами в сенсорный экран, он вновь и вновь набирал трехзначную комбинацию, но телефон отказывался реагировать. Он попробовал другие варианты, пробовал звонить коллегам по работе и просто знакомым из списка контактов, наконец, просто стал тыкать по цифрам наугад. Но телефон отозвался только, когда он вновь набрал Славку. «Алло!» — раздался в трубке заспанный голос. «Серый, ты скоро?» Сергей сбросил звонок. «Назад. Надо ехать назад!» — лихорадочно думал он. «Черт с ней и со свадьбой, и со всем остальным тоже». Он развернулся и поехал в обратную сторону, мельком глянув на показания счетчика расхода топлива. В запасе оставалось еще полбака, но сейчас он не мог сказать, хватит ли этого до Самары или хотя бы до ближайшей заправки. Сквозь лобовое стекло виднелись стволы деревьев, запорошенных снежной мукой. Все так же никаких признаков жизни. Сергей поймал себя на мысли, что почти не чувствует страха. Только непонятную щемящую тоску, медленно заполнявшую его изнутри, словно инертный газ оболочку аэростата. Непрестанный снег и темнота сводили с ума. Дорога начала петлять, хотя когда он ехал в другую сторону, она была ровной, как стрела. Таинственный лес передел и вскоре исчез, сменившись привычной заснеженной степью, уходящей далеко за горизонт. Ему показалось, что небо на востоке посерело, как бывает перед рассветом. Еще одна странность. Обычно в феврале в это время темно. Фонарные столбы радушно светили ему с 10-метровой высоты. Он ехал назад, но уже понимал, что едет вовсе не в Самару. Вскоре появился очередной указатель. Сергей подъехал ближе, взглянул на надпись и резко затормозил. «Самара, минус 295 км», гласила надпись на металлической табличке. Посидев в оцепенении какое-то время, Сергей сорвался и поехал дальше. Указатели стали появляться чаще, но на каждой из них были те же издевательские надписи. «Самара, минус 327». «Самара, минус 444». «Самара, минус 501 км». Он ехал от указателя к указателю, чувствуя, что сходит с ума. Огоньки на столбах гасли один за другим, но небо прояснилось, сменив траурный черный цвет на хмурый темно-серый. «Домой, домой, домой!» Он провел за рулем вечер и большую часть ночи, но спать совсем не хотелось, и даже усталость ушла без следа. Снег совсем перестал, только холод внутри салона стал почти нестерпимым, словно он ехал с открытыми окнами. Но стекла были подняты и покрыты мутными бельмами наледи. Снова зазвонил телефон, и Сергей машинально принял вызов. «Серега, ты куда? Серега, мы ждем тебя. Она ждет тебя». Он вздрогнул. «Она?» В динамике телефона вновь раздался голос, но теперь вовсе не Славкин. «Сережа, не оставляй меня. Сережа!» Этот голос он узнал бы из тысячи, даже из миллиона, хотя не слышал его пять лет. Анин голос. «Сережа!» Она что-то говорила, а он молча слушал, не разбирая слов. По щекам бежали горячие солоноватые капли, но обе руки были заняты, и он не мог вытереть их, да и не хотел. Небо чуть посветлело, будто чай, в который кинули лимонную дольку. Впереди у самого горизонта показалась маленькая красная точка. Сергей поехал вперед, сбавив скорость до минимума. Точка росла и ширилась, обретая черты темно-красного, как венозная кровь, Киа Пиканто. Ее машины. На корпусе малолитражки не было никаких следов аварии, только налипшие хлопья снега, да грязевые потеки на крыльях и переднем бампере. Он притормозил напротив, двигатель глушить не стал. Ошибки быть не могло, та же машина, тот же номер и код региона. Свет внутри салона не горел, но он разглядел очертания небольшой, явно женской фигурки на месте водителя. «Я ждала тебя». Голос телефонной трубки вливался в него потоком тепла, растекаясь по каждой клетке его тела. Холод ушел, в машине снова стало уютно, как в материнской утробе. Он мог бы открыть дверь и броситься к ней, но покидать салон Весты совсем не хотелось. Он знал, что ему лучше остаться на месте, просто потому, что так надо. «Я ждала, и ты пришел». Пиканто заурчал разогретым мотором и медленно поехал в его сторону. Провнявшись с Вестой, Аня на машину проехала дальше, не замедляя скорость. Сергей молча наблюдал за ней в окно заднего вида, пока она не скрылась за пеленой снега и тьмы. «Иди за мной», — раздалось в трубке. Он медлил всего секунду. Кусочки многоцветного пазла намертво приклеились одна к другой, и получилась цельная картина, смысл которой был прост и понятен как дважды два. Он сделал ошибку, но теперь у него был шанс все исправить. Теперь все будет иначе. Лучше, чем было последние пять лет его жизни. Красный пиканто растворился в снежной пелене, Сергей развернулся и поехал следом. Сквозь долгую ночь, сквозь бесконечный снег, уходящий в глубокую темноту обледенелой трассе, которой тоже никогда не будет конца. Из местных новостей. В ночь с 18 на 19 февраля на трассе Р-226 Самара-Волжский произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Веста». В результате аварии водитель Весты получил тяжелые травмы головы и скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, авария случилась в районе села Бобровка. Водитель Весты не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел с трассы в Кювет. Из-за штормовых ограничений спасатели добрались до места аварии только через несколько часов. Сотрудники экстренных служб напомнили, что с 18 февраля трасса Р-226 закрыта для передвижения в связи с погодными условиями. В регионе наблюдается сильный ветер с метелью и гололедом. Кирилл Малеев. Трасса. Рассказ читал Юрий Гуржий. Редактор субтитров А.Семкин